Альбина Репина – многодетная мама. Детей воспитала троих – дочь и двоих сыновей. Дети выросли, старшая дочка и младший сын – люди вполне самостоятельные. Маме помогают. Этот букет от младшего Максима и записка с признанием – тоже от него. Среднему Владиславу 25, у него до ЦП и один, без поддержки он жить не может. Однако Альбина мечтает максимально приблизить жилищные условия к доступному для сына уровню. Когда я изучила весь этот закон, я решила сделать для своего сына действительно доступную среду в доме. Потому что было очень неудобно, потому что был раздельный санузел с очень узкими дверями, через которые очень тяжело было проходить. Пока Влад был маленький, его можно было на руках заносить и в ванную, и в туалет. Сейчас ему 25. Необходима перепланировка квартиры. Надо снести стену между туалетом и ванной комнатой, расширить проемы дверные. И не только в санузле, но и при выходе на лоджию. По комнате молодой человек передвигается с помощью ходунков. В январе 2020 года, собрав все документы, обратилась женщина в администрацию Фурманова, чтобы получить законные средства на ремонт. Положительного решения не добилась. Отправилась в суд. Состоялся суд с администрацией. На защите моего сына стоял прокурор города, Соснина Ольга Владимировна. Долго мы боролись и в суде боролись. Не хотели люди ничего делать. Суд встал на сторону истца. Альбина получила документ, в котором было указано, что объект должен быть сдан 1 июня нынешнего года. Кстати, решение вступило в силу 3 декабря прошлого года. Составили смету 350 тысяч рублей. Однако 31 мая, как раз накануне истечения сроков, администрация подала заявление в суд с просьбой отсрочить работы до середины июля. Суд пошел навстречу, однако строители пришли раньше, 2 июля. Снесли все, что необходимо было снести. Приступили ко второму этапу. Здесь-то и нашла коса на камень. То, что должно было сделаться правильно, оно делалось неправильно. То есть я понимаю, что мы сейчас будем снова разбирать стену и делать уже так, как надо. В прошлую пятницу Альбина приостановила работы. В процессе борьбы за права сына она обратилась во все инстанции, которые возможны, в том числе и в службу уполномоченного по правам человека и в телекомпанию «Барс». Утром в среду мы созвонились с хозяйкой квартиры. Она сказала, что тишина, рабочих нет. Однако в подъезде мы встретились со строителями. Мы видим, что работают и рабочие. Более того, на контроле этот вопрос у нового областного прокурора. Сегодня утром мы встречались. И тем не менее я чувствую, что есть заинтересованных и органов власти. Я считаю, что Конституцию Российской Федерации надо исполнять. Статья 36, которая еще раз гласит, что органы власти должны сделать все возможное по созданию благоприятных условий для проживания семей, которые требуют особой защиты. Впрочем, местные власти готовы завершить ремонт и в кратчайшие сроки. Мы, в принципе, прикладываем все усилия для того, чтобы все пожелания учесть. И даже на время ремонта Павел Николаевич, глава Формовского муниципального района, поспособствовал переселению заказчика на время ремонтных работ в гостиницу. Дело в том, что со 2 июля в квартире нет воды. Ремонт то начинается, то приостанавливается. А жить без удобств – проблема. Только вот гостиничный номер не подошел. Те же проблемы, что и в квартире. Места мало. Сегодня провели оперативное совещание. Все заинтересованы в скорейшем завершении работ, заверил и представитель администрации подрядчик. Вложения немножко выше сметных затрат. И требовать я их не собираюсь ни с кого, потому что помочь хочется. И хотелось бы услышать просто в итоге слова какой-то благодарности. Ситуация весьма непростая. Альбина пытается добиться максимального комфорта. Исполнители и власти не отказываются. Подрядчик обещал закончить к 25 августа. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания Барс.